Привет, мы с вами на Пресне и здесь от Канюшковской улицы до улицы 305 года, ну практически до дома правительства России, до Белого дома, так называем, да? Проллельно Краснофресненской набережной, рядом с ней, проходит Рочетельская улица. От улицы 305 года до Глубокого переулка по улице идет двухстороннее движение автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. А от Глубокого переулка до Канюшковской улицы, то есть от начала примерно до Глубокого переулка, да, эта улица закрыта для автотранспорта и пешеходов, ну в принципе, потому что это территория Белого дома. То есть уже в конце, да, получается, или в начале, в начале улицы, да, вот там есть, в принципе, все огороженные территории Белого дома, все там с охраной и так далее, все охраняется и все закрыто. Все по периметру дежурства проходит, там все серьезно. Ну и длина этой улицы составляет около 800 метров. В XIX веке это был Гагаринский переулок, ну видим по фамилии местного владельца того времени Гагарина. В XIX веке эта улица пересекала речку Пресни, Преснинские пруды, вот, по Нижнему Преснинскому мосту, позднее получившего название Горбатого мостик, он сохранился там за Белым домом, да, на Дружиннику с улицами, я о нем немножко рассказывал. Вот, и поэтому до 1332 года назывался Нижнему Преснинскую улицу, ну потому что Преснин пересекала, по расположению внизу реки Преснин. Но потом ее забрали в трубу, и сейчас уже, она если пересекает эту речку, то мы ее уже не видим, она находится под землей в трубе. Ну и в 1332 году улица получила современное такое необычное название, потому что она была названа в честь английских рабочих, качей города Ротчдейл, вот, в Англии этот город находится. Который с 1844 года собрали по одному пункту стерлингов, ну местную валюту, и создали коллективное торговое предприятие. С этого года начинается отчет потребительской кооперации и международное кооперативное движение, ну тогда это было очень модно, популярно в советское время, так что вот так решили назвать. Очень необычное название, которое многих вводит в тупик, что это такое за Ротчдейлская улица. Ну и на улице находится довольно много жилых домов, преобладают пятиэтажки, десяток годов постройки, есть даже пятиэтажный дом один под номером 14, а построенный в начале 20 века. Также есть восьмиэтажный дом 1940 года постройки, но есть также и два современных дома, семидевятиэтажные, по номерам 12 в строении 1 и 2, построенный в 2000 году, но дома не простые, а для высокопоставленных чиновников. Ну, возможно, даже и из Белого дома. Ну, это понятно. Белый дом, он, естественно, притягивает чиновников, в том числе самого высокого ранга, ну и для них построены тут дома. Помимо жилых домов, как здесь находится и нежилая организация, прежде всего, это офисы, офисные здания по номерам 14, строение 1, пятиэтажное, 2006 года постройки. Ну, а дальше идет, наверное, самое главное, даже не наверное, а действительно самое главное строение на этой улице, это бывшая трехгорная мануфактура. Сейчас там находятся офисы на территории и в корпусах бывшей текстильной фабрики трехгорной мануфактуры по номерам 15, с многочисленными строениями. Причем эти строения конца 19, начала 20 веков в основном. Трехгорная мануфактура до 1936 года называлась товариство Прохоровской трехгорной мануфактуры, а с 1936 по 1992 год называлась трехгорная мануфактура имени Держинского. Это старейшее московское текстильное предприятие, которое было основано еще в 1799 году купцом Василием Прохоровым и мастером красильного дела Федором Рязановым. Позднее Василий Прохоров выкупил укупаньонные его доли и стал генераличным владельцем этой фабрики, которая называлась Прохоровская трехгорная мануфактура. Ну трехгорная это по месту три горы, ну а чем тут были такие три холма, на которых собственно говоря вот эта фабрика была построена. Ну сейчас эти три холма не видно, тоже такое историческое название, ну такая местность действительно немножко холмистая. Такой высокий берег, высокий такой есть, так сказать, обрыв перед набережной Москвы и Краснопрестской, ну и как раз вот этой улицы. И туда дальше скарабкиваются вот эти всякие там Пресненские трехгорные переулки и так далее. Ну вот, ну вот эта фабрика, мануфактура вернее, она была одним из центров декабрьского вооруженного восстания 1905 года. Ну понятно, революционеры тут уже бунтовали. После Октябрьской революции фабрика была естественно национализирована и снова приступила к работе в 1920 году. За год Советская власть предприятие стало ведущим в своей области, оно переоснащалось новейшей техникой. Их производительность была достигнута в 1980-х годах, и ускалась где-то 200 миллионов метров разных тканей. На значительное время основной ткацкой производства работы в городе Гаврилов-Ям в Ярославской области здесь по сути уже ничего не производится. Есть пока тут еще, как в основном, коммерческий отдел, дизайн-центр, администрация вот этой, собственно, триборной мануфактуры. Ну а так, структура Олега Дерипаски, который владеет вот этой территорией, он приобрел в 2006 году часть акции этого предприятия и приступил, в общем-то, к его, по сути, уничтожению, очистке территории, которые планируют застроить жилыми и офисными строениями. Ну, по сути, офисы сейчас работают на территории, в общем-то, в разных, так сказать, офисные, сервисные компании, в общем-то, помещения бывшие в фабрике трехборной мануфактуры, ну, хотят, наверное, еще и жилье построить. Ну, работники в фабрике, конечно, пытались как-то бороться, протестовать против этого, ну, естественно, безуспир. Вот, есть внутренний двор, вот эта вот, бывшая трехборная мануфактура занимает парковку, вообще здесь очень много припаркованного транспорта, и внутри, там, и снаружи, очень большая парковка, и сзади. Тут как раз еще остановка автобуса находится, и вот рядом множество машин стоит. Причем, по-моему, платная парковка, ну, на территории также много всяких кафе, ресторанов и так далее, разных объектов. В состоянии 7 находится культура Гандары. Гандары – это ресторан и музей, который является выставкой реликвий Гандары художественных традиций Пакистана. Гандары – это древняя цивилизация Пешаварской долины, объединившая в себе влияние греко-римской культуры, культур Китая, Индии, Персии и Пархии. Ну, вот, так что тоже можно посмотреть. А еще, помимо этого, пригородная мануфактура также здесь находится офисное здание компании «Газпром Медиа Холдинг» под номер 20, пятиэтажное здание новое, московская электросетевая компания «Центральное управление» под номер 24, и два бизнес-центра – «Рочдет Центр» под номер 22 и бизнес-центр «Рочдельская» 30, ну, соответственно, здание под номер 30. Вот, ну и от метро эта улица довольно сильно далеко отстоит, а сюда, я думаю, стоит приехать, потому что хотя бы даже для того, чтобы посмотреть вот эту треугольную мануфактуру, старое здание построить, довольно интересно, может туда и зайти, в принципе, свободный вход. Вот, если что-то нужно, в кафе там посидеть, можно, пожалуй, отдохнуть рядом с каменщикой для отдыха. Ну, доехать лучше от метро Краснопресненская, самая ближайшая станция метро, на автобусе номер 4, который как раз вот имеет остановку прямо около треугольного мануфактура. Приятных прогулок и до новых встреч на улице Маска.